здравствуйте дорогие наши посетители наша рубрика спроси биолога прямой эфир я методист музея меня зовут Ольга Александровна Калашникова а в гостях сегодня замечательный человек специалист кандидат биологических наук ученый секретарь Жанна Андреевна Антипушина и мы говорить сегодня будем про такую замечательную тему как паразиты говорить мы будем и про вот таких чудесных червей связанных умелыми ручками Жанны Андреевны ждем ваши вопросы и тему паразитов мы уже как-то в этом году поднимали я думаю что тема это бесконечно они можно сколько угодно говорить у меня даже вот Жанны Андреевны правда сейчас прикреплен не паразит это вполне себе такой меховой поплюшевый аксолотль кто знает кто такой аксолотль пишите а если не знаете то мы вам скажем но у меня не было с собой прикрепить аксолотль у меня тоже есть аксолотль другого цвета но зато вас приветствует кишечная палочка тоже в некотором смысле паразит а кто же такие паразиты почему вот можно услышать ах ты паразит такой когда бабушка кричит внуку если он например на хулигане или например играли мальчишки в футбол решили провести свой чемпионат мира во дворе и попали в окно старушки кто же такие паразиты жанна андреевна ну на самом деле слово паразит вошло в науку для обозначения разных существ которые могут причинять нам вред поселяться внутри нашего тела или на нашем теле и использовать нас как среду обитания относительно недавно только в девятнадцатом веке а само слово появилось еще в древние гореции в античности и так называли людей определенной категории дело в том что существовал тогда очень странный наверное с точки зрения современного городского жителя обычай каждый житель полиса города обязан был устраивать пиры симпозиумы и на этот пир мог пойти поесть абсолютно любой свободный житель этого полиса без приглашения представляете к вам на на ваш день рождения или на какое-то семейное торжество на будет открыта дверь в дом будут приходить совершенно непонятные незнакомые вам люди садиться за стол есть пить а выгнать вы их не имеете права и действительно закон гостеприимства не позволял выгнать такого человека но относились к ним несколько пренебрежительно если эти люди паразитас начинали злоупотреблять гостеприимство хозяина оставались в доме надолго и требуя еды или специально выясняли где заранее выясняли где в чем доме будет подобное мероприятие и шли туда чтобы поесть бесплатно и таким образом экономили на пропитании в общем то само слово паразита с переводе с древнегреческого языка означает около еды если дословно его перевести паразитас а или нахлебник но что более привычные наверное нашему русскому уху и вот такие нахлебники паразиты на сегодня мы называем так существ которые способны использовать наши тела причем не только тел человека но и вообще разных живых организмов в качестве дома да в качестве среды обитания в качестве источника пищи и самое главное самая важная характеристика паразита это причинение боли и дискомфорта каких-то проблем со здоровьем ну вот можно задаться вопросом специально ли войдет нам паразиты обладают они таким дурным характером что хотят нам причинить как можно больше мучений на самом деле нет мы наше тело становится домом для паразита большинстве случаев по нашему собственному недогляду и представьте себе если погибает дом да если умирает человек носитель паразита то куда денется сам паразит он тоже погибнет и поэтому паразит в общем-то не заинтересован в том чтобы его хозяин раньше времени закончился желательно чтобы ресурсов хватило на как можно более длительный период мы можно сказать что паразиты экономно расходуют ресурсов своего хозяина как коктейль чай с соломинку чтобы хватило на более длительный период их жизни но это касается только если мы где паразита являемся основным или окончательным хозяином совсем другая история у паразитов и промежуточных хозяев вот например у волков собак и лис в их кишечнике может жить небольшого размера червь я должен вот так вот так видно это модель эта игрушка слеплена из полимерной глины модель плоского ленточного червя и хинокока он довольно маленький всего несколько миллиметров длиной взрослый червь живет в кишечнике как я уже сказала этих животных последнем самом большом сегменте червя находятся созревшие яйца которые выходят до наружу и оказываются на шерсти животного и если мы такую зараженную собаку погладим потискаем в носик чмокнем руки не помоем да то яйцо паразита попадает куда попадает к нам в организм оно защищено плотной оболочкой у многих паразитов есть адаптации до приспособления и эта защита не позволяет переварить нам этого паразита он благополучно достигает кишечника дальше личинка через кровь да у нас все связано все кровь связывать все наши органы стоком крови личинка разносится по телу проникает в органы например в печень и уже в печени растет пока не достигнет ну вот например вот такого размера это тоже модель игрушка из полимерной глины кусочек печени размер конечно вот такая вот шаровидная личинка ее называют финна и вот книги рекордов гиннеса зафиксирована самая крупная личинка самая крупная финна эхинокока которые удалили из организма человека она была размером с голову ребенка и весил около трех килограммов ничего себе и она была от печени да она была в печени но вот тут можно сказать что не повезло именно паразиту потому что с точки зрения паразита ему попасть в человека в данном случае человек становится промежуточным хозяином для него это тупик промежуточного хозяина должен съесть основной хозяин и по идее вот такая личинка должна была развиваться в организме ну какого-то копытного да в лесу там банана например да 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 или там косули отягощенная паразитом она уже не может избежать например встреча с волком волк и и лес ест заражается да уже вот заглатывает такую личинку и заражается уже взрослой формы червя там уже происходят ли да развивается взрослый червь взрослый паразит который сидит у него в кишечнике и занимается размножением причем для этого ему совершенно не нужен партнер у него боеполая половая система то есть он обладает всеми необходимыми и мужскими и женскими клетками для своего размножения кто знает как называется боеполый организм пишите а у нас три вопроса нет аксолоты не рыба аксолоты это личинка амфибий есть такая амфибия называется амбистома немножечко похоже внешне на саламандру такая хвостатая амфибия а вот личиночная стадия вот такой симпатичный лунтик который называется аксолоты и вот для того чтобы превратить родину у них южная америка того чтобы произошел метаморфоз такая личинка превратилась во взрослую амфибию этого нужен гормон щитовидные железы обычно он стимулятором вот таким для выработки этого гормона и для метаморфоза служит иссушение водоема а вот в искусственных условиях поскольку аксолоты и продают магазинах в зоомагазинах а мне обычно всю свою сознательную или бессознательную кто как верит жизнь проводят только вот виде вот такого ребенка личинки аксолоты так второй вопрос да отлично да вы молодцы в черном организм который оба и пола им принято называть гермафродит и у многих паразитов действительно гермафродитизм развит как адаптация да как приспособление к их образу жизни но не у всех об этом и чуть чуть попозже поговорим кто же об огонь и оба и полы а вот можно считать паразитом детеныша период заботы о нем родительской особи на самом деле это очень хороший вопрос действительно есть такая гипотеза есть такая точка зрения что вообще паразитизм эволюционно биологически он дал основу затем симбиозу взаимовыгодному сотрудничеству когда паразит как бы стал уменьшать свое плохое влияние на хозяина и в каком-то в какой-то степени даже вступать вот во взаимный обмен что-то каждая особь что-то получал из этого действительно если мы посмотрим на внутриутробное развитие млекопитающих то что мы с вами увидим детеныш данным боевым он живет за счет родительского организма питается ее питательными веществами он использует ее как среду обитания как дом и вот 3 да я сказала характеристика паразитизма это наносит вред но вот вред это ну уже можно сказать немножко притянуто за уши но мы можем вспомнить токсикоз беременных да первый триместр организм женщина бывает отравлен продуктами жизнедеятельности плода которые он выбрасывает в общий кровоток матери и вот этот токсикоз ну в принципе да с натяжкой его можно рассматривать как такое вредное влияние детеныша на организм матери но этот это оправданное если это и называть паразитизмом то он оправдан для будущего да но и надо сказать что защитные вот чтобы не сработала защитная система материнского организма у нас есть особые как сказать особые клетки они называются супрессоры которые в том числе подавляют это лейкоциты которые подавляют действия как раз иммунной системы материнского организма для того чтобы действительно вот этот плод ребенок не был воспринят организмом как вот чужеродный организм и не был и не включилась вот эта иммунная защитная система то есть на самом деле избыточное вот это защитные свойства могут даже нанести колоссальный вред беременности когда сработает вот этот механизм и произойдет например выкидыш а у нас есть еще один вопрос и не один этого чудесно спасибо вам огромное но перед тем как марина нам прочитает вопрос у нас сегодня оператор марина я хочу напомнить что сегодня четверг бесплатный день нашем музее музей работает до девяти часов до 8 работает касса на вход несмотря на то что день бесплатного посещения нужно приобрести бесплатный билет поэтому мы приглашаем вас сегодня после работы или учебы музей у нас сегодня шумно поэтому мы специально хотя жанна андреевна и выбрали потише зал чтобы не и маститель нам не мешали мы не не сильно мешали смотреть экспозицию но тем не менее возможно к нам сюда будут заходить посетители но надеемся на это понимание что не будут шуметь добрый день недавно видела видео в котором девушка под микроскопом рассматривала мякотин жира купленного на рынке и она обнаружила там нематод подскажите есть есть продукт с нематодами будут ли они далее жить в человеческом организме или же они не опасны для него также я знаю что существует например картофельные нематоды они тоже могут навредить животному организму да спасибо большое очень хороший вопрос действительно вот как я вначале пыталась упомянуть что паразиты есть не только у человека на самом деле вот глисты да нематоды эти круглые черви они есть даже у растений но паразиты растений как правило для человека не опасны потому что они приспособлены к паразитированию в растительном организме к определенным условиям которыми наше тело дань не соответствует и у нас они просто -напросто перевариться но как можно их вред только трактовать если они поели наши продукты питания да действительно вот картофельные нематоды нематоды которые вызывают различные заболевания у сельскохозяйственных растений они снижают урожайность да и заставляют нас голодать съев нашу еду таким образом но конкретно да для нашего организма вот прямого урона они не наносит да то есть эти нематоды это круглые черви группа круглых червей которые для нас данной ситуации безопасного как раз жанна андреевна берет в руки опасного для нас вот это уже другая другой круглый червяк который называется аскари человеческая здесь в левой руке у жанны андреевны муляж и сделанный самой ну а в правой руке это влажный препарат вот так выглядят зверьки на самом деле и вот мы говорили о том что гермафродиты это те организмы у которых которые обоеполы у которых есть и женская и мужская половые железы в одном организме а вот как раз у аскариды в том числе человеческой конкретно есть не только разди они раздельно полы но еще у них есть половой диморфизм половой диморфизм это значит когда внешне самцы и самки отличаются друг от друга но где же у нас тут сами на погадать кто самец кто самка ну тогда пишите в левой руке но можно стать крупнее самец или крупнее самка обратить внимание что у того червя который поменьше у него еще хвостовой конец тела загнут виде крючка может это вот подсказка будет для вас все правильно потому что она набита яйца одна аскарида да она может отложить за сутки 200 тысяч яиц представляете себе 200 тысяч а самцы мельче и вот при помощи такого каючка они да они цепляются к самочку таким вот образом с ними дружит ну да вот видите вот такой тонкий изящный самец и такая грамма троноса так вопросы много вопросов отлично прекрасно ну потому что паразиты поразительные же до существа были такие случаи в истории животного мира что паразит распоразитель а ты стал быть паразит но на самом деле да если вот именно прям проследить эволюционно да на протяжении там длительного периода времени а наоборот что паразит перестал я вас не найти есть такая только не в животном мире подожди рыбы наверное может быть есть такой паразитический рачок его как бы у меня такое есть название макоица пожирающая язык рыбы и на самом деле многие дороги форели которые культивируют выводят в искусственных водоемов до специально они могут этим рачком заражаться он проникает в полость рта в ротовую полость рыбы присасывается к основанию языка и пьет кровь которая не должна этот язык питать снабжать в результате язык ну отмирает без питания рачок заменяет собой этот орган и но более казалось бы да ну все паразит лишил рыб органы но как выяснилось рыбы зараженные этой но это равноногие рачок и запада вот этой западой они не только не живут хуже чем их не зараженные собратья но этот рачок даже помогает им глотать то есть он выполняет функции утраченного органа языка вот такой вот действительно получается это и это единственный уникальный пока одну на данный момент зафиксированы случаи когда паразит не только не снижает качество жизни своего хозяина но и даже пытается помочь и компенсировать урон который он нанес заместить собой поврежденный орган язык данном случае да вот это да такой случай здесь он один уникальный но он есть но я бы наверное еще вспомнила но это как раз не про животный мир а вот появление как раз хлоропластов и митохондрий внутриклеточных органоидов потому что есть такая теория что это были бактерии их и хлоропласты и митохондрии а потому что у них есть своя собственная кольцевая молекула днк характерный именно для для прокариотических организмов по каким-то причинам древние эукариота и кариатическая клетка их не уничтожила они остались внутри клетки и теперь мы знаем как очень важные органоида потому что хлоропласт отвечают за процессы фотосинтеза а в митохондриях синтезируется молекула от даты энергии да и то есть иначе говоря энергия нет никогда ничего универсального то есть не верьте пожалуйста никакой панацея который избавит вас разом это всего лекарство должно выписываться строго врачом и строго быть направлено на конкретного паразита не надо думать что какие-то волшебные есть технологии которые позволят вам от них избавиться на самом деле быть стерлином вы не просто не можете это даже вредно у нас да вы можете зайти заходите пожалуйста ведь их нам даже присоединяются оффлайн посетители это очень приятно на самом деле наша кожа на поверхности нашей кожи внутри на наших слизистых внутри нашего кишечника живут обитатели и ну в общем то вы даже можете смело вычитать от своего веса примерно три четыре килограмма это не ваш вес это вес ваших вот этих сожителей без них вы жить не сможете то есть вы будете полностью чистыми полностью стерильными вы долго не протянете на самом деле эти обитатели защищают вас от развития данной от внедрения паразитов помогают вам ну вот бактерии которые живут у нас в кишечнике они помогают например синтезировать некоторые витамины витамин к он у нас синтезируется как раз благодаря вот этому взаимодействию и есть такая да тоже гипотеза что вполне может быть наши симбиотические вот бактерии они ведут свою историю от либо паразитов в прошлом да либо от нейтральных обитателей которые вот стали нам еще и пользу приносить такое взаимовыгодное сотрудничество кстати даже и шерифе коли кишечная палочка она у нас у всех встречается в кишечнике но понятно что при какой-то уже максимальной численности она может еще и вызывать различные неприятные но туда считать что разные разновидности кишечной палочки да вот есть хорошая кишечная палочка есть плохая плохая да может вызывать различные расстройства пищеварения отравления и другие неприятные вещи держите при себе хорошую ну да их действительно на них свои микрофлоры надо заботиться это правда соблюдать питание до определенное не злоупотреблять бесконтрольным употреблением антибиотика вот как раз хотел сказать разрушает всю микрофлору кишечника кто кому кто был вынужден был убить антибиотики тут знает что первое куда на что страдает это наша пищеварительная система это не значит что их тоже нет не надо употреблять ни в коем случае если врач прописал курс вот антибиотик надо пропивать курсом как это по врачебным до показаниям не думайте что если вы там выпили одну-две таблетки вам полегчало и вы решили а все я больше травить себя не буду вот это тоже нехорошая история вы так в будущем делаете только хуже своему организму просто необходимо курс антибиотиков сразу сопровождать курсом да вот по восстановлению микрофлоры да я хочу поддержать жану андреевну который сказал о том что по поводу от этой отсутствует отсутствие универсальной таблетки от глистов но я и паразитов в целом на что лечить возможных паразитов может только врач то есть не вздумайте ставить себе диагнозы или там как рекомендовать советует друг другу какие-то препараты мне помогло это еще не знаю что у вас именно вот этот паразит поселился и вообще-то не значит что у вас есть паразиты на самом деле паразиты очень сложно попасть наше тело кстати сколько им приходится придумывать адаптации до приспособлений для того чтобы оказаться внутри там тел человека это только вот если мы там сами не соблюдаем гигиену не соблюдаем какие-то меры предосторожности известные уже защиты мы конечно можем пострадать по анализу крови на самом деле врач может сразу сказать подверглись ли вы паразитарные до инвазии на атаки паразитами или нет у нас есть чудесные клетки крови которые называются и азинофилы это разновидность лейкоцитов которые можно сказать работа у них да такая они именно выслеживают паразитов их уничтожают так вот если у вас в анализе крови врач фиксирует резкое увеличение количества и азинофилов но это еще не факт он назначает дополнительные анализы для того чтобы проверить а не завелись не завелась ли вас жизнь внутренней не стали ли вы носителем внутренней жизни энтеробиоза или чего-нибудь другого сопутствующего я перескочила пару вопросов да мы как раз как узнать что заражен паразитами а ну вот да 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 и учтите что анализ скала они всегда показаны может показать наличие паразита потому что есть так получилось что у них еще не произошло у паразита не не созрели яйца или например да он еще маленький действительно или только-только так получилось что фаза еще вот это отложение яиц не сошло то там все будет чисто вот она из крови пока что да вот здесь вот спрашивали может ли паразит в прямом смысле вылезти из организма и в догонку сразу же похожий вопрос как узнать что паразит уже выходит из организма ты выздоровый и все ли они вообще выходят но это вот если мы говорим про кишечных да например паразитов когда назначают глистогонные препараты то они очень хорошо да то это видно сразу эффект как это бывает виден сразу а дальше врач проверяет вас опять на анализы и делает выводы о том избавились ли вы полностью от паразитов или еще следует продолжить но я здесь даже отставлю вот этих двух симпатичных друзей вот у нас здесь свиной цепень а вот здесь как раз вот связанные опять же ручками чудесными нашей жанна андреевна и вот мы как раз продемонстрируем вот так жанна андреевна тоже держит мы тоже держим это бычьи цепень это плоский ленточный червь он действительно плоский у него вообще у него маленькая крохотная голова будет увеличенные сколиксы по научному так называется головной конец этих червей на голове это не глаза поисоски у свиного цепня и вот тот который в банке у него еще есть венчик из крючьев его еще называют натур продукт да это модельки а это бычьего цепня отсутствуют присоски о извините присоски есть а крючки отсутствуют его еще да именно поэтому можно отличить и кстати говоря же она андреевна связала его в натуральную величину и мы с 7 метров да но у нас как раз поскольку кишечник если вы помните в среднем 7-9 метров 5 метров тонкая кишка 2 метра толстая кишка вот вам 7 метровый друг который представьте начинает вдруг вылезать если вы наконец-то решились принять глистогонное средство причем действительно голова у него очень маленькая меньше булавочной головки мозгов у него нет думать ему ни о чем не надо все у него прекрасно глаз у него тоже нет видеть там чего ему особо нечего в темноте живет вообще ничего нет кроме половой системы да то есть все все его тело состоит из сегментов набитых яйцами и вот с конца да с хвостового конца эти кусочки сегменты они отрываются и выходят наружу ну а дальше их задача попасть в организм промежуточного хозяина причем что интересно да вот мы упомянули про свиного цепня и про бычьего вот для человека опаснее все-таки свиной цепень чем бычий именно по этой причине во многих культурах свинину но не употребляют пищу свинья это нечистое мясо нечистое животное а дело в том что у бычьего цепня мы можем заразиться только вот этой финальной стадии у нас в кишечнике вырастет вот такой вот червяк ну приятного мало но от него в общем-то избавиться можно это не смертельно но смертельно опасно в редких ну это если уж не лечить а забить на свое здоровье да и так далее а вот у свиного цепня он по размеру меньше он всего до двух-трех метров длиной но к сожалению человек может быть не только основным хозяином да то есть обладателем вот такой взрослой формы у себя в организме но и промежуточным давайте вспомним с вами да про эхинококом мы с вами рассматривали когда мы становимся промежуточными хозяевами то в нашем организме развиваются личинки червяну дети и вот такие круглые шайки но меньше по размеру это с горошину их очень-очень много они с током крови разносятся по всему телу могут проникать в легкие в мозг ну и и мышцы и к сожалению вот вылечить эту стадию до сих пор невозможно то есть это человек с фенозной стадии по-научному она называется фенозная стадия тениоза он обречен на страдания на жизненно обезболивающих до конца своей дни и но тут важно каким образом происходит заражение потому что если мы основной хозяин если основной хозяин как и и бычьим цепнем то это конечно употребление мяса плохо проваренная до плохо прожаренное мясо а вот что касается промежуточной формы это употребление воды вот если в воде как раз да без грязи если попадает в нас яйцо вот этого как раз свиного цепня то тогда да мы становимся промежуточным хозяином и тогда это гораздо опаснее есть намного серьезнее чем ну вот за заразиться вот такой так что мойте руки да и правда тут вот пишет что классная модель вдохновляет на такое же иллюстративное творчество очень приятно вот можете заняться на новый год вот будет полимерной глиной полетить детьми глистов и зато и дети действительно будут мыть руки не потому что вы им так сказали что вот надо мыть руки а потому что они наглядно будут видеть какая угроза как легко на самом деле от нее защититься только не пугайте я всегда говорю не надо бояться паразитов не не надо запугивать никогда ребенка надо знать о том как они могут нас заразить если мы знаем пути проникновения паразита в наш организм то мы можем дать адекватный ответ мы можем себя защитить у нас уже придумано куча лекарств куча вакцин мер предосторожности которые прекрасно будут защищать ваше здоровье и дома и в тропических странах куда бы вы не поехали но я даже молчу про наши защитные свойства все-таки у нас иммунитет он работает и работает неплохо и вот тут две крайности первая крайность когда мы совсем перестаем следить за собственной гигиены вторая крайность когда когда мы слишком реально делаем прием свою кожу этим мылом антибактериальным которым я вообще не рекомендую если вы не врач медики рук которого необходимо держать свои руки стерильными до в момент операции я не советую пользоваться антибактериальным достаточно самого обычного и помните что реклама она не говорит всей правды потому что на самом деле антибактериальное мыло действует не на опасных бактерий она действует на всех бактерий значит вы будете себе всю микрофлору позже уничтожать и хорошие погибнут и плохие но только хорошие могут не успеть заселиться обратно а вот плохие а у плохих есть шансы да это правда два похожих вопроса какая часть животных примерно в процентах относится к паразитам и сколько их видов отличный вопрос но вот тут значит по разным оценкам примерно около 20-30 вот так вот процентов а вот всего животного царства являются паразитами а от всех не только животных вообще от всех живых организмов на земле около 20-30 процентов и флоры и гайбы есть еще есть еще же паразитические гайбы кардицепсы вирусы да все 5000 видов вирусов которые сегодня известны на данный момент они все а вирус это вообще заключительные паразиты еще называют облигатный или обязательный паразит то есть вне живого организма хозяина вирус не живет он даже как консервная банка просто ждет того момента пока он не проникнет в клетку хозяина и не начнет там размножаться не начнет там развиваться на самом деле немного видов среди бактерий примерно так вот я не не возьмусь вам порядок сказать но и их около 30 процентов по моему отбору если мы берем 1 то есть где-то бактерии прозит паразитические на самом деле больше бактерий нейтральных и полезных вот нам да у нас такой стереотип сформировался что все микробы ну да все бактерии вот они обязательно паразиты они все военные они все плохи на самом деле это не так среди растений единичны есть растения паразиты например амелайка мела до повелика этот петровка и строк а подъельник странное растение белого цвета потому что он решен хлорофилла как правило да эти растения сами не фотосинтезируют но кроме амелы амела все-таки зеленые листочки да они то есть они какие-то питательные вещества получают за счет растения хозяина которым они еще самый крупный цветок такой называется рафлезия арноида это тоже паразитическое растение грибы да есть грибы паразиты но это известный нам до грибковые различные кандиды кандидозы да вот грибковое заболевание которые бывают у человека грибы могут отравлять до паразитировать и на растениях но тут можно назвать наверное такой вот известный случай спаринья это паразитический гриб злаковых и в средневековье практически все зерно которое выращивали в европе оно было заражено спариньей но поскольку зерна было мало да есть хотелось все зерно шло в переработку в муку из него пекли хлеб и люди травились таким хлебом потому что спаринья ядовита на самом деле для человека она содержит ядовитые вещества и вот считается что вот это массовое отравление спариньей могло провоцировать ну охоту на ведьм галлюцинации да и ну кому-то казалось в этот момент что либо там его ведьмы до куда-то тащили он там летал по небу ну там зависимости от фантазии уже человека кому что в зависимости сколько он съел ну и от дозировки да разумеется поэтому сейчас надо сказать что все наши зернохранилища обязательно обрабатываются против спариньей вся вся наша продукция имеет строгий ветеринарный да сельско и сельхозконтроль то есть не думайте пожалуйста вот мы там про мясо до сказали если вы покупаете мясо в магазине будьте уверены есть у него все необходимые документы значит это мясо сто пятьсот раз просто проверили вдоль и поперек на паразитов на всевозможных просто каких только какие только есть и вы можете быть уверены что точно не заразитесь от такого такую всю продукцию нас проверяют обязательно следующий вопрос тут очень много вопрос вас благодаря а бывает что паразиты не вредят помогают организму хозяина вот мы рассказали про макараши да вот говорят листы снижают вероятность альюгии что думаете ну вот тут тоже я встречала знаете противоположные даже мнение действительно есть случаи скажем так когда у человека с повышенной аллергической реакцией глисты помогали ее несколько снизить да и действительно как-то помогали но в большинстве своем все медики официальной медицины она склоняется к тому что глисты гельминты напротив провоцируют аллергию и если у вас у вас маленький ребенок в семье аллергик да там на пищевые какие-то ну на какие-то продукты питания него аллергии там или еще на что-то проверьте его в том числе и на глистов возможно это именно глисты провоцируют у него такую аллергическую реакцию но опять-таки да это индивидуально то есть вот у кого-то да я знаю это были случаи даже с и bbc фильм снимал о паразитах и рассказывал об исследователе который сам себя заразил глистами и контролировал численность этих глистов в своем организме то есть он должен был следить за питанием своим чтобы витамины они же ведь витамины у нас тоже до поглощают из нашего организма он должен был за этим следить я не советую так экспериментировать со своим телом мы все-таки за доказательную медицину вот но не будем до отрицать того что до такой ключей бывает так следующий вопрос вернемся к тому чтобы паразиты распоразить а вот чтобы именно обратно свободно живущему образу жизни произошел переход например при факультативном паразитизме и последующем выбирать вымирание носителя паразита а то есть так чтобы паразит стал сначала поразить потом стал ну вот насколько мне известно ни одного такого случая нет обычно паразит тогда погибать если он не может найти себе другого хозяина да если он не может приспособиться паразитированию на другом организме то скорее всего он обречен так вот здесь кстати пишут паранатуральные местогонные черный перец и редька ну вот знаете да капсицеин который содержится в красном перце на самом деле вот есть же такая ну как бы да закономерность что в жарких странах да с таким вот климатом где много паразитов кухня очень острая да то есть там много специй там много вот каких-то приправ считается что да это именно ну вот такой способ до профилактики от заражения паразитами то есть действительно вот капсицеин который содержится в красном перце что он обладает таким эффектом но лучше конечно гигиену соблюдать и меры предосторожности когда вы готовите еду это наиболее это надежнее вы упомянули вакцины от паразитов расскажите против каких паразитов существует но против разных вирусных и бактериальных инфекций но точно не существует например против плазматического господи плазмодия не существует вот про него то него не точно против малярии да вот малярия у нас ну ее лечат но мы ее нельзя сделать вакцины нет это и панасома вот вот мы делаем вот это клетки пораженные до малярии вот-вот я кладу сюда красные клетки здоровые нормально это клетки до красненькие нормально а пораженные вот такие вот я хочу сказать что мы умеем лечить малярию в россии вообще малярию победили она была у нас в начале 20 века в сочи на сочи был малярийным районам мы победили освободились до середины на самом деле от этой болезни умеем ее лечить а вот действительно до профилактической прививки разработать от него пока не удается это самое известное это клещ и таежный тот же наш который переносчик энцефалита и вот от него есть прививкой вакцина но зато он может быть еще два переносчиком другого не менее опасного заболевания от которых как раз прививки нет это бралиоз или болезни лайм которые страдают про до 3000 жителей москвы ежегодно фиксируют заражение в результате укуса этого клещом и вот здесь как раз привиться невозможно и обвасен бралиоз тем что таким на месте укуса чаще всего может быть в другом месте возникает такая вот мишень которая называется мигрирующая ретема в чем мигрирующая потому что она может возникать на самом деле в любое ну то там где клещ укусил а самое противное в том что это ретема возникает от 2 до 30 дня после до укуса и заражения то есть например вы уже практически весь месяц проходили расслабились а тут возникло у вас такой замечательный пятно значит это и важный звоночек говорит о том что необходим как можно быстрее идти к врачу начинать лечение чем раньше вы начнете его и вы лечите антибиотиками широкого спектра чем раньше вы начнете лечение чем тем выше шансы на благоприятный исход то есть не нужно прям сразу паниковать обращаться за помощью а вот до отключаются фалета можно сделать прививку если даже нужно если вы собираетесь например на байкал у нас московской области традиционно очаг клещевого энцефалита это север талдовский район дмитровский район ну да ну мы все вот полевики у нас у всех сделаны вакцины меня нет потому что у меня моем полевом регионе нет энцефалита но зато есть паролиоз правда зачем во всем нужна мера нужно понимать нужно это или не нужно я работал на байкале поэтому я прививалась от клещевого энцефалита обязательно здравствуйте очень познавательная установка правильная не паника а понимание про сухопутных брюхоногих моллюсках что-нибудь известно про их паразитов потенциально опасно для человека ну вот да это у них действительно много тоже нематод и других паразитов я находила несколько раз в интернете случае когда подростки там до слабо заставляли друг друга съесть там слизняка и потом да тот кто это сделал он заражался не в непонятно чем то есть врачи там гадали думали что такое с ним произошло и потом оказывалось что он заразился вот этими вот паразитами от этой улитки от этого слизня я конечно не советую ни в коем случае таких экспериментов с собой проводить нет не надо вестись на слабо не надо вестись на какие-то глупые действия ради лайков ради своего непонятного какого-то рейтинга в соцсетях помните что ваше здоровье оно одно и это самый бесценный дар который могли подать ваши родители вам и о нем следует вам заботиться да я уж молчу кстати говоря те испанские слизни рыжий который нас по москве не все время рассматривали они вообще ядовитых даже птиц не едят а тут да а тут не нужно тут вы будете ликтаться у них действительно есть очень интересные паразиты например а есть такой паразит он поселяется в глазных стебельках улитки и улитка хуже видит ну свет ей закрывает хуже видит и она начинает выползать куда-то на открытое пространство повыше вот еще эти стебельки глазные зараженные они становятся такими разноцветными и напоминают гусениц и переливая переливаются такими красивыми радужными полосочками там обычно в социальных сетях это показывается вот посмотрите как какая симпатичная улитка какие у нее необычные глаза на самом деле улитка бедная несчастная заражена паразитом и конечно птица увидев да такую улитку она поймет ее за ну кромовой объект за там своих гусениц склюет и так заразиться паразитом то есть паразит таким вот образом хитрым до переезжает из промежуточного хозяина в основного ну так кстати зомбируют многие например самый известный вот из простейших это не оно это таксоплазма которые вот ее основной хозяин это хищники это кошки собаки реже а вот промежуточный хозяин это мыши птицы и как ни странно может быть человек и таксоплазмой заражаются если человек заражен таксоплазмой то ну вот мышей кстати говоря таксоплазма зомбирует она заставляет она поражает нервную систему и мышь становится менее осторожны ли птицы становится менее осторожны более того они даже фактически бросаются кошки объять их до кошки чтобы она ее съела для того чтобы заказал этот замкнулся цикл поэтому если вы уже заводите десятую кошечку у себя возможно что вы заражены таксоплазмой обратите внимание вот у нас оператор марина смеется ну это шутки шутками но таксоплазма а очень опасно при беременности женщины для будущей поэтому опасно она особенно если мама заражается во время беременности таксоплазмом потому что это я это вызывает либо выкидыш будущего потомства плода это еще не самый худший вариант потому что худший вариант когда ребенок рождается уже с тяжелейшими нарушениями центральной нервной системы как правило это уже такая глубокая стадии инвалидности так следующий вопрос заводите собак мы тоже поговорили и собаки тоже собаки тоже да на самом деле витя листы есть у всех паразиты есть у всех про птичек вопрос городские голуби переносит опасные человека болезни до орнитоз это правда но это не повод знаете не надо питаться голубями не надо не надо их когда как-то уничтожать понимаете нет ничего лишнего в природе все в природе на своих местах все до выполняет свои определенные задачи не нужно думать что если мы сейчас возьмем и уничтожим что-то то все сразу станет хорошо уже мы знаем такие случаи в истории когда там пытались уничтожать волков говоря о том что вот они вредные да не нам мешают жить а в результате потом мы встречались со вспышками проблем и инфекции у копытных да или там у других животных то есть хищники там случае контролировали как раз численностью вот больных животных не позволяя заражаться всем остальным или когда уничтожали там воробьев у нас сейчас как раз у нас закончилась выставка птицы прошлого года уходящего воробей и мы тоже знаем в истории примеры когда с воробьями стали бороться а потом в китае компания уничтожения воробьев насекомых вредителей сельского хозяйства так вот не надо думать что если мы сейчас возьмем уничтожим какие-то объекты то мы сразу заживем хорошо на самом деле не факт на как говорится свято место пусто не бывает вполне может быть что на это место придет кто-то другой с тем более опасно с тем нам будет еще хуже и я вот хочу чтобы вы вспомнили или прочитали если еще не знаете книгу герберта уэлса война миров там как раз таки паразиты защитили земля вот порабощение нас инопланетянами можете почитать узнаете как это произошло ну или кино посмотрите хороший совершенно верно подскажите пожалуйста еще вот что всем известно что от плохого приготовления речной рыбы можно заразиться паразитическими червями поэтому люди чаще предпочитают есть морскую рыбу считаю при этом что в них паразитов нет но так ли это какие паразиты могут обитать организмах морских обитателей а у нас зря наша бабочка принесена рояль в пустах нам пригодился у нас здесь паразиты семги да ну не только в семге встречаться вообще в любой красный но в морской рыбе они могут встречаться маленькие к сожалению они совсем прозрачные это маленькие круглые беленькие червячки они встречаются в мясе морской рыбы ну да в морской рыбе в принципе для человека они не опасны то есть такая рыба даже если морская зараженная не закидали она получает санитарные все документы все сертификаты как условно съедобная потому что этот паразит мы не достаточно соленый и даже если бы мы ели эту рыбу сырой мы бы почему это сырой уже употребляют много где это нормально мы бы все равно не могли заразиться именно потому что паразит не приспособлен не не может выживать нашим организм у нас разная концентрация солей но известны случаи у людей вот да вот с аллергическими реакциями когда они за кида провоцировали такие реакции и там приходилось принимать антигистаминные препараты для того чтобы от аллергии это избавиться но там вторично там у них аллергическая реакция то есть имеется ввиду что у вас такой дружок не поселится даже если вы съедите сырую морскую рыбу поэтому да в принципе морская рыба она считается в плане глистов менее опасной для человека не бричь чем речная речная конечно особенно вот у нас астрахань сибирь у нас лидирует паразит который называется аписторх аписторхоз болезнь называется аписторх паразитирует в кишечнике протоках желчного пузыря протоках печени довольно длительно длительное лечение но его да можно победить а люди заражаются как раз таки да при употреблении сырой зараженной речной рыбы но строгами ну да выловили свежую речную рыбу но она была заражена не сделали из нее блюдо и вот да тогда есть риск того что они могли заразиться аписторхозом они спрашивают семга настоящие или выращенные и у меня тоже такой вопрос чаще паразиты бывают у тех кто в этих садках выращены или в свободно плавающих чаще свободно плавающих потому что те которые выращивают искусственно их пичкают дополнительно всевозможными препаратами антибиотиками против глистов ну как любое вот даже сельскохозяйственных животных которых мы выращиваем их же тоже выращивают под строгим контролем чтобы они не были носителями каких-то там опасных для человека паразитов инфекции тогда так чудесно вопросы есть все разобрали спасибо мы благодарим жанну андреевну ученую секретарь нашего биологического музея кандидат биологических наук мы это не знаю что мы встречаем мы прощаемся в этом году на следующий четверг у нас не будет прямого эфира потому что в нашем музее будет проводиться в новогодние программы для детей все сотрудники будут задействовать 29 числа у нас будет как раз предновогодняя рубрика спроси биолога если ничего не случится мы будем загадывать михаил васильчим касаткинам поговорим о символе следующего года так что ждите нас надеемся мы будем не только с михаил васильчим но еще и достанием окружим себя чучелами из нашего музейного фонда а мы благодарим вас за внимание спасибо вам огромное и до новых встреч